Привет, друзья! Мы с вами возвращаемся в Three Kingdoms Total War. У нас тут интересная ситуация. Восток Китая полностью, блин, раздроблен. Вот, я напоминаю, что здесь еще тоже движуха происходит. Вот она полностью, как карта выглядит. То есть мы тут только на северо-востоке развлекаемся, пытаясь отхватить побольше территорий себе. Вот, ну, в принципе, мы неплохо с этой задачей справляемся, но границы наши, я бы не сказал, что защищены. Вообще ни в коем разе они не защищены, и у нас проблема с деньгами. Дикая проблема с деньгами. И у нас еще дядя вот тут вот... ...будет... будет атаковать скотина. Скорее всего. Так что мы пропускаем. Следующий ход будет очень интересный. Мой Сизерен тут тоже месяца с моим врагом. Которого я все запомнить не могу. Гонсунду атакует. Ожидаемые потери высокие. Масштабное сражение. Обеими армиями одновременно. Это типа и подкрепление, но которых ноль. И введено его в 859 человек. А вообще я буду биться, естественно. Хоть у меня и очень мало людей осталось. Но фишка заключается в том, что... Дай я потребую капитуляцию. Нет? Про насоветников мы проиграем, Сир. Фишка заключается в том, что я буду бить по вот этим ребятам. И его армия просто обосрется. Вероятность пленения ноль процентов. Вероятность бегства минус 24 процента. Так, начинаем битву. Гонсунду. Ты не знаешь, на кого ты напал, друг? Итак, расставление войск. Так, он с двух сторон, да, пойдет? С двух сторон. С двух, с двух, с двух сторон. Разбитые войска такие. Так, знаете что? Вы все сюда. А вот конница. Конница, да. Абсолютно вся. Идет сюда сейчас и ждет. Вот и вы тоже. Все-таки эти ребята с нами. Замечательно. У меня большая конница будет. Очень большая. Хорошо. Ты, я думаю, пойдешь сюда. Будешь с этими ребятами тусить. У вас здесь поменьше. Вы будете развлекаться здесь. Отлично. План такой. Значит, это первый отряд. Это второй отряд. Вот так, наверное. Третий отряд. Будет здесь. Вот так. Четвертый отряд. Будет здесь. Не понял. Погодите. Женщик. Сори. Опять не то нажал. Так. Ребята, первый. Второй. Будем управлять ручками. Просто это для удобства передвижения. Все, погнали. Нет, ты не будешь уходить. Наших соратников атакуют. Вперед. Давайте так, лученьки здесь развлекутся. Наших соратников атакуют. Время пришло. Ди. Бойный с Ди. Будьте готовы. Без пощады. Нет. Один из наших полководцев пал. Но никаких колебаний. В смысле пал? О, нифига себе. Я потерял. Я потерял полководца. Вау. Ну же, вперед. Лучники, приготовиться. Страсите их. Приготовиться. Я буду смаковать твой крат. Твои слова так чуничтожны. Че произошло-то, ё-моё. Внимание! Вражеский отряд удирает! Трусы! Блин, как я потерял полководца. Как это произошло-то, ё-моё. Как это произошло-то, ё-моё. Как это произошло-то, ё-моё. Закрушите их! Че, 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 че! Че, че! Есть, Никита! Бегов, бегов! Вперед, вперед! Давайте поединок дадим А, все, он сдох Победы есть, но, блин, очень обидно Я потерял полководца, с которым все это время Я с самого начала был при себе Держал при себе Я не помню, как его зовут Ладно, объявляем победу Завершаем битву Это очень обидно Интересно, он прям умер-умер? Или его как-то можно восстановить? Похоже, он прям умер-умер Да Я прям задумался Все должны сплотиться Победа есть победа, конечно Справедливость всегда торжествует Так, осталось 212 человек у него Получены предметы помощник Персонаж Гунь Суньду попал в плен Железный серп Мы получим Если казним 500 монет Если отпустим, взять на службу я его не могу 62 года ему Казним Персонаж попал в плен Еще один Деревянная собака Тебя тоже казню Пусть обретут честь в смерти Остальных наймем Свалил, дядька Блин, взял и потерял военачальника Ё-моё Замените умершего генерала Кем же тебя заменить-то, друг Ё-джун А почему он бесплатен? К оружию Это верховный канцлер Был мой Лидому будет верховным канцлером Теперь Дома сердце дополняется радостью Выйдем и добьем их Хоть они и в засаде сидят Передать полномочий Тысячу на сто человек Ну, камон Сто человек в засаде Наша вера 28 человек погибло Все-таки в этой В этой битве Наймем оставшихся Редкий дар Персонаж занят на службу Приблизительно жалование Сто монет А почему? Я не понял Почему он такой дешевый Ё-джун Я отвечаю на ваш зов Я говорю Почему ты такой дешевый? Честоконница Я отвечаю Говорит Так 2600 Небольшой город Давай производство продовольствия Немножко увеличивать опять Опять же Наш дядька идет дальше Практически дошел уже Итак Сунь-Зунь Говорит Мы поддержим независимость твою Доплатим 167 монет А ты, говоришь Дашь мне конные пастбища Инструменты И ферму А, нет Я поддержу его Вып Получается Подожди Кунь-Зунь поддержит Мои условия Я не понимаю Этого немножко Их условия Поддержать вассала Типа Типа он согласен Отдать Нет Я не понял Нет Я должен отдать Короче Иди в баню Я запутался Да я дурачок Так Тут что-то происходит Интересное Мне нужны Сельхоз Угодия Мои Вы видите Этого дядьку 3000 человек Там сидят Должно сидеть По идее На той ферме Так Гунь-Сунь-Зан-Сью-Ань-Шао Подписывает Мирный договор Не нужны Эти Сельхоз Угодия Надо толку Кого-нибудь Другого Нанимать Е-мать Достойное И уместное Из-за того Что он договорился С ми-миром Тех, с тем Мужиком И мне пришлось Я скорее всего Потеряю Войска Здесь Но у меня Есть план Честно Честно Ляу-Си Большое селение Здесь оказывается Есть еще одно Это столица Теперь его Новое 1200 человек Передать По-моему 200 человек Мы всего лишь потеряли Нормально Лишь расширяя владение Мы сможем Низки слово Истин Угода Рыбацкий порт Малый уездный город Бухай Он принадлежит Гонцуньзань И вот Этого дядька Вот Эта тетка Точнее Тун Южуй Она захватила Город Джинзяна Гонцуньзань Взял здесь И начал расширение На юг Инструменты Вот захватил Даже самые могучие Из деревьев Питают его корни Хочу знать Что произошло Пока меня не было Так Ожидаемые потери Средние и высокие А где там 3000 нету что ли А это Это меня встретил Гонцуньзань Передать полномочия Здесь нет смысла Драться наверное Хотя 50% я потерял Но заработал 840 Отлично Давай нанимем Я должен Ему отдать Строителя Должен отдать Регулярные поставки Продовольствия 2 единицы А3 Выплаты теперь Нет Я забыл Совсем об этом 2 мужика На Правительстве На промышленности 2 Так 9 продовольствия На 10 ходов Проблема хоть как-то Решилась Немножко Немножко с другой стороны Торговля раскрылась У нас С моим сюзереном Посидели за чашечкой чая Решили что Пусть будет так Вместо одного строителя Просто так Я дал ему чуть больше Но получил Как много Как много всего я получил Отлично С расширением империи Увеличивается и ее бюрократический аппарат Его содержание становится все дороже Улучшая правительственные постройки Можно снизить эти расходы Хорошо Мой шпион погиб от старости Тяжелое поражение Но они выйдут Да? Отступаем Они выйдут Интересно Или как? Наша завоевание Несет мир Будьте неподкупны И стойко переносите невзгоды Вот этот город Потребляет очень много еды Минус 7 единиц Ух ты Нормально Да Давай Гарнизон два раза увеличивается За счет этого Очень-очень неплохо Мы будем терпеливо ждать твоего ответа Кунжун хочет, чтобы я дал ему глиняный топор Чего они просто так хотят у меня забрать все? Что за дичь? Проблема заключается в том, что вот в таких местах, которые я, типа, оккупировал и ушел Растет недовольство и может подняться бунт Дом объявляет войну, наследование во фракции Колдовское клеймо перепрыгивает реку Дополнительный опыт Плюс 675 Во время хода вы попали в засаду разбойников И пусть считается, что на колдовском клейме лежит проклятие Но спасая вашу жизнь, этот конь умудрился перепрыгнуть реку такой ширины Которую не смогла бы преодолеть ни одна другая лошадь Потрясенная этим невероятным деянием Разбойники остались на том берегу с раскрытыми ртами Прикольно Та лошадь, которую я все-таки взял О которой говорили, что она Не могу Ты же не будешь нападать на меня, правильно? Арбалечки, ополченцы, арбалечки Пусть мудрость течет Я хочу поговорить со своими советниками Ни за что Заберите всех Нам нужно составить план Всегда тянитесь к небесам К бою! Героическое поражение Я хочу попробовать замарить голоду Можно попробовать, почему нет Так, теперь Перемещение по карте плюс 15% Общественный порядок плюс 3% На это надо идти сюда, да? Требуются постройки Сельский сборщик налогов Нужно сделать Чтобы Чтобы в общественную эту Чтобы в общественный порядок уйти Все иссохшее Ныне наполняется жизнью Или конфуцианский храм Время строительства Минус 1% Содержание дружины Минус 10% Стоимость наймов Конницы Пополнение войск Плюс 2% Нормальный варик Нормальный Блин, а я не походил за Дядьку одного Возле сельсхозугодий Но он по идее Сейчас пополнился немножко, да? В юбипе Тоже общественный порядок падает Это что такое? Это мы заявим, что герцогства Джун Имеет право на имперский престол И он выплатит нам 2352 То вообще Этот престол Такое шлюханство Этот престол Я получаю 2500 золотых Просто за слово о том, что типа Так и должно быть Они наняли войска У них Ага Здесь еще подкрепление Долбанное Можем попробовать отступить Надо восполнить просто силы И тогда напасть На эту столицу Она не сильная Просто хочу Я не хочу драться Я не хочу терять Очень много людей Ляо Ага 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 Сгибайтесь Но не ломайтесь Чистый порядок Минус 8000 А здесь Текущее значение Минус 46 Гарнизон 3 Стабилизируется Местное население Не очень радует Сюда Моей власти Направляйся туда Так Что у меня тут С сельхозугодиями В итоге Осторожность Гасит огонь сердца Вы установились Нет 494 Слушай Иди сходя Опять туда Сейчас немножко Еще подправим Себе войска В принципе Мы можем Себе это позволить По деньгам Вынесли Кого-то там Возле Бухая Ань Пин Сейчас захватят Да Ань Пин Захватили Нет Нет Ань Пин Не захватили Посмотрим Красиво Очень Вот эти фонарики Блин Мне так нравятся Они Остание Желтых повязок Не устало Появляться Так Герцогство Джун Образует Коалицию С Юань Шао Для меня Наверное Бонус Завоеватель Возвращается Давай Подчиняйся Инстинктам Ну отлично Более менее Хорошие войска Теперь Здесь Накапливаются Вы скоро Восстановите Мне надо Занять это место Чтобы гарнизон Добавил Хорошее количество Может Вам тоже Имеет смысл Потом нанять Немножко людей Потому что Уже очень мало Здесь Охраны Моей Моих войск Так скажем Да Ань Пин Теперь захвачен Ань Пин Принадлежит Моему Сизирену Большое селение Которое Принадлежало Некогда мне Эх Этот Ань Пин Большое селение Я бы хотел Все таки Вот эти Сельскохоз Угодья Захватить Потому что Мне нужна еда Если он захватит То блин Мне все время Придется торговать За еду Такой Хочу знать Что произошло Пока меня не было Я хочу поговорить Со своими советниками О Да Гарнизон маленький Ну-ка Так Ты восполняешься Сейчас нормально Блин Ну давай-ка лучше Иди Я думаю Этого уже Хватит Чтобы захватить Я просто Не хочу Нет Пожалуйста Нет Не захватывай Его Я заберу Эти сельхоз Угодья По речке Плывут По речке Красиво Очень красиво Города Дают деньги Просто А мне нужна Еда Еще Вот что Я хочу У тебя Попросить Тау Ин Хочет Глиняный Топор Предлагает Не выплату Нет Значит Как-нибудь В другой Раз Как-нибудь Да Так Цао Цао Объявляет Войну Суньцзянь Объявляет Любяу Я понял Ага Мы Захватим Эту Ждаем потери Во Во Все Передаем Полномочия И захватываем Сельхоз Угодья Это мои Сельхоз Угодья Мать Вашу Отлично Все Окупация Населения На Отличное Продовольствие Хоть идет Нормально Все Я доволен О Кстати Она вернула Себе Да Да Она вернула Себе Свою столицу Молодец Джинзянь Может захватить Себе Обратно И вот Эту Территорию Нам Останется Довольствоваться Гуньцуньцзи Если мы не возьмем Еще вот этот Небольшой город Но походу Он туда идет Да Очень странная У нас Такая Крукообразная Страна Получается Было бы круто Конечно Еще вот этот Рыбацкий порт Отхватить Так Ну пойдем Я дома Как поживает Мой народ В атаку Ожидаемые потери Высокие Попробуем Заморить голодом Возможно Они выйдут Так Свободная Должность Что ты хочешь Нанять Персонажа Окей Изумрудные Оттенки леса Различны Как сердца Людей Обязательно Найму Судя по всему Торговля Обеспечивает Порядок Торговые Соклашения Конечно С Юань Шао Да 1097 монет Я получаю Плюс торговое Соклашение Торговля Это хорошо Ха-ха Уходи Уходи Ну вон Небольшой город Пойдет Сейчас захватит Мне нужна была Еда Прям вот я Я должен был Захватить себе Эти сельхоз Греческое поражение Все равно Гунь суньцы Ну что поделать Начинаем битву Знаете Чем больше играешь В фрукиндомс Тем быстрее Грузятся бои Ну то есть если Сессия одна Длинная Достаточно Табаи Достаточно быстро Грузятся Короче Мне что нужно Мне нужны Вот эти войска Вот это конница Мне нужна Вот это конница Мне нужны Лучники Которые будут Стоять здесь Так и ждать И конечно же Мне нужны Эти ребята Приготовьте Заберитесь С духом Прибыло Вражеское Подкрепление Лег сюда А вы сюда Попробуйте Добежать Я вижу их Они что же наверняка Не одним флангом Идут Или это вообще Подкрепление Хочу этой конницы Просто В спину Зайти Четко В спину Попробуйте Не увидели Меня Походу Поближе Эти Отсюда Эти Попробуйте Даже лучше Сюда Я определиться Не могу Попробуйте Мне кажется Они знают Где конница Моя И вот Ходят Туда Попробуйте Я не собираюсь Двигаться Я на холме На холме В лесу Идеальное место Эти Скорость Немножко Больше Сделаем Посмотрим Че Как они Будут Поступать Если Они Будут Ближите К этим Ребятам То мы Будем Отводить Наверное Куда Нибудь Сюда Хорошему Вывести Боих В эту сторону Можно И в эту Просто Че Прошу 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 Нужно Поле Одно Надеюсь Могу Встретить Их Луками По Хорошему Вот Это Поле Если Б Я Двигался Наверное Было Замечательно Именно Там Их Встречать В лесу Драться Вообще Ни Камильф Молочников Они Держат При Семья Двигаются Они Приблизительно В нашу сторону Двигаются Двигаются Чё-то как-то я вроде как скорость увеличил А она нифига не увеличилась Не, она увеличилась, но прям совсем капельку Да, вот здесь вот мы будем драться Хорошо Здесь конница одна Так, конница И да, лучники сзади, как я и предполагал Так Теперь ты Опа, они сами выходят Они сами выходят Хорошо, давай, 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 давай Гаси, 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 ребят Маскировка не помогла Наши воины обнаружены Выходить Наших людей заметили Вражеский отряд утирает Трусы Лес горит Ты гуляй, я не знаю, куда-нибудь уйди Вражеский отряд утирает Трусы Давайте, бахните их сначала Вот так Дай на нормальную скорость К бою Ждите сигнала К бою Внимание Садники Бегом Бегом Живи Живи Бойницы Слушайте меня Пошли Бегом Бегом Переводим Бегом 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 Переводим Этих ребят Все Выбили Нет их Молодцы Давай лучников гасить Чащий Бегом вот этих вот пуш у них стрел еще очень много стрелков нет боеприпасов венки на голову белки и готовы заступайте отступаете отступать отступайте отступать 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 ветить им Уйдите в лес. Давай, от этих к этим. Уйдите в лес. Давай, 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 прорвитесь, ребят, прорвитесь. Заткнись и умри. Слушайте, воины. У стрелков кончились боеприпасы. Заткнись. Пошли. Бегом. Отошли, говорю, ну. Бегом. Живее, живее. Вражеский полководец спер. Мы сильнее. Бойный стиль. Приготовиться. Бегом. В атаку. Выдвигайтесь. Горее. Быстрее. Встречайте их. Горячий лес такой. Встречаю, встречаю, встречаю. Встречаю, встречаю испуганных. И с этого фланга. И с этого фланга. Гасим ублюдков. Все, победа. Отлично. Отличный бой. Достаточно скучный, конечно. Потому что мы больше ждали, пока они подойдут. Но. Тем не менее. Победа. Есть. Победа. Да и потери у нас маленькие. Мы его раскрутили. Пипец. Он поверил, что мои войска справа. И повернулся флангом к моим основным войскам. А когда я основную пехоту вынес, он просто растерялся. Такой. Че? Че происходит? Че делать? Че делать? Че делать? И. И все. Нахренел. Соответственно. Почти тысячи людей у него упало. Просто ни за что. Нанимаем. И. Ну. Большое усиление. Че? Подвисло? Ну, они вышли из большого усиления. Так что большое усиление сейчас надо будет забирать. Давай, давай, давай. Ага. 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 Непреодолимая трещина. Недостаток припасов. Вместимость хранилищ для запасов минус пять. Это Юбейпин. Большой город. В ходе рутинного объезда владения ваши чиновники замечают дым над одной из деревень. Приблизившись они помогают местному гарнизону расправиться с группой противников, вооруженных факелами. На вопрос о том, откуда взялись нападавшие, командир гарнизона объясняет, что это местные жители, возмущенные одним из ваших недавних распоряжений. По мере вашего возвышения, пропасть между проявителем и подданными становится все шире. Вам следует внимательно следить за общественным порядком. Ну да. Юбейпин, вот это тот. Он меня так-то бесит. Но, вы понимаете, да, что будет происходить здесь? Ганин. Здравствуйте. Этого хватит, я думаю, да? Да. Заменение плюс семь по текущему ходу. Ну как замечательно. Ой, просто замечательно. Яблышко. Замечу меня своим вниманием, Влад. Да, друг, почтил доход от крестьянства. Своя дружина. Авторитет плюс восемь. Решимость плюс восемь. Да, решимость плюс восемь. Дадим тебе. Ведь наверняка. Ой, да, захватывайте. Справедливость всегда торжествует. Короче, в итоге семьсот человек я потерял. Проблизительно. Не стоит тратить на них припасы. Оккупировать. Фракция Гунь Сунь Ци уничтожена. Этой фракции больше нет. Одним соперником на поле боя стало меньше. Гунь Сунь Ци. Тебя что, выбили из этого города тоже? А, это Гунь Сунь Ци. А здесь Гунь Сунь Цзань. Ух ты ж. Это я попросил на другую. Ага. Гунь Сунь Цзань, вот он. Видишь, как я путаю их? Это я попросил на другого этого атаковать. Так, торговый город. Я хочу поговорить со своими советами. Велите всех. Нам нужно составить план. Я не там нанял парня, да? Пора осмыслить произошедшее. Так, ну знаешь, тем даже лучше. Ты сюда. Ты сюда. Блин, вообще я тебе хотел нанять, парня. Ё-моё. Он управляющий этого города, камон. Надо будет переназначать тогда или как? Нет, переназначать плохая идея. Так, я даже не знаю тогда. А что у нас тут? Торговое влияние. Отряды арбалетчики. Да, стрелки с самозаводными арбалетами. Доход от коммерции. Давай этот доход от коммерции примем. Почитайте свои идеалы. Моему войску нужна передышка. Мудрость в каждом шаге. Терпение обновляет нашу силу. Короче, через два хода он только пойдёт. Ё-моё. Ну ладно. В общем, мой сезерен захватывает это дело. Цау-цау поддержит моё стремление к независимости. Хочет забрать глиняных свинью, топору, топор, топор и прочее. Цау-цау. Так он отбился что ли? Погоди. Аватарка не сменилась. Видите, вот он сезерен, вот он противник. Он отбился. Просто если он отбился, то он, наверное, код сеной дико может быть захватить. Так, Суньцзян просит присоединиться Лючжан. Угу. После захвата города вас просили, что делать с арестованными солдатами бывшего городского гарнизона. Эти отлично обученные воины были бы полезным пополнением для ваших войск. Однако многие из них хранят верность прежнему господину и не желают пресекать вам. Переубедить, подкупить. Казнить. Освободить, любимый правитель. Общественный порядок плюс 10 в местной области. Давайте добавим общественного порядка. Будем в глазах населения и таким освободительным мужичком. Плюс один идет. Отлично. Здесь тоже плюс один. Я так хотел тебе нанять, дружище, кого-нибудь. Ого. С требушетами, парень. Хорош. Ну, какой-нибудь от этого парня. Нанять тебя. Хочу довести уже до торгового порта. Блин, я не посмотрел, отбились, не отбились. Кого-то они бахнули тут. Мы будем терпеливо ждать твоего ответа. Кунжун. Глиняный топор. За 901 это. Да. За 901 монет. Люди всегда договорятся между собой. Изи, Кунжун, изи. Мне этот глиняный топор вообще не сдался ни разу. Кстати, реально, походу, отбился. И, кстати, реально, походу, можем захватить, если дойдет. Если он дойдет. Надо Янь-Мэнь уже до большого города возвышать. А то у меня только один большой город, и то не столица. Это как-то странно. Я ощущаю домашнее тепло. А имя Китая! Вот к чему вас готовили! Я наотрез отталкиваю. Да. Наше завоевание несет мир. Мы не... Блин, нам не хватит одного хода. Вот что плохо. Давай сюда. Хочу знать, что произошло. Все, живите. Живите, кайфуйте. Теперь усиление. Янь-Мэнь, минус 3 по еде. Дай, тоже. Юй-Жоу, тоже. Так, здесь у нас что? Доход от промышленности на 100 больше. Давай, ладно. Взращивайся. Джунь-Жань, небольшой город, отступает. Кто-то на восток пошел. Гансунь-Зин, точнее. Джунь-Жань, это и есть этот самый большой город. Так, торговое соглашение герцогства Джун дает. А 1653 монеты. Согласен? Мы достигли некой гармонии. Слава богам. У меня есть, что предложить. У меня есть, чем торговать. Это прям очень хорошо. Так, уже пропуски ходов гораздо-гораздо дольше становятся, да? Так, Юй-Шоу приказывает... Приказывает Кунь-Жону вступить в войну с... С нашим этим парнем Юй-Гансунь-Занем, да. Гансунь-Занем становится вассалом Цау-Цау. О! Цау-Цау подбил этого мелкого к себе. Ну, знаешь, у меня тоже такая же судьба была, как у него. Меня обступили со всех сторон, а потом... Ваша армия нарушает границы. Юй-Шоу? Опять? Ты издеваешься? Выплата? Согласен. 1800 монет за такое... За такую... Не забывалую возможность. И перебяйте их! Можно попробовать даже вот так сделать. Раду за тебя сады. Ну, мы типа выиграем и захватываем этот город, что замечательно, господа, что прям восхитительно. Так, Цау-Цау освобождает Гансунь-Занем. Ты больше не вассал мне. Гансунь-Занем, вот он, парень, еще один. Типнин. Юань-Шоу. Юань-Шоу. Надо идти сюда, в этот рыбацкий порт Бухай. Я дома. Как поживает мой народ? Иди. Я хочу поговорить со своими советниками. И после всего этого придется... Нам нужно составить план. Так, гарнизон, отлично, дает плюс четыре. Хорошо. И после этого... Ты не захватишь мой город. Блин, он захватил. Он захватил Бухай. Война против моего Сизирена будет сложной штукой. Очень-очень сложной. Чем тебе этот Бухай? Ну ладно, это твой город, окей. А вот Даньпин бы мне бы ты отдал. Было бы круто. Так, каковы приказания? Поверожденные постройки. Разрушены стены. Ага, перед нами возвышают стены вражеского. Ну, разрушьте стены. Одна стена разрушена. Бедный Гунь Цунь Цзянь. Держится только вот этим городом. Я его столицу еще одну захватываю. Так, вот. Мне нужно здесь поставить сбор налогов. Садайте им жару! Давай, наверное, просто передадим полномочию. Пусть он заберет этот город себе и все. Незначительная победа. Оккупация. Ваша трудная слава растет, Маркиз. Слухи о ваших деяниях разошлись далеко. Вместе с титулом Маркиз вы обрели власть и долг изменить страну. К лучшему боритесь с теми, кто разлагает Ханинскую империю изнутри. Позаботьтесь, чтобы они предстали перед судом. Теперь вы достаточно могущественны, чтобы сформировать союз или коалицию с другой фракцией. Атакат. Если ваши враги становятся сильнее, ищите союза с их соперниками. Может, попробовать предложить коалицию с вот этим дядькой? Нет. С Юаньшал. Здравия тебе! Проразгласить независимость. Ну, в общем, у нас очень положительные отношения. Я не знаю, что будет, если мы прогласим независимость. Вообще не знаю, что. Но... Пока кандидаты на должность ждут повышения, работа, которую они могли бы выполнять, не выполняется. Своевременно назначая достойных претендентов, вы делаете правительство эффективнее и удовлетворяете чистолюбие соискателей. Верховный командующий. Лейдаму. Ты можешь стать Верховным командующим? Тогда канцлером станет... Ханлянь. Супруга моя. А управляющим еще одним? Надо будет только запомнить. Че, кто куда? Торговый порт, большое селение. Большое селение, небольшой город. Город, может быть. Улучшать до небольшого города. Его, кстати, надо. Цюим. Так, мне нужен управляющий в Яньмэнь, правильно? В Яньмэнь. Потому что управляющего здесь больше нету. Кто будет управляющим? Хэ, бойцы. Цюи. Несмотря на то, что он на востоке, он будет управляющим. Ух ты. И кай. Доход от крестьянства плюс 20. И кай. Яньмэнь. Господин Цюи. Наверное, все-таки город Дай твой. Ляоси. Вот он, Сюи. Ну давай, ладно. Ляоси твой управляй. Так, казначей. Верховный казначей. Вообще, надо было, наверное, Ханляне, мою жену назначать казначеем. Охотник, торговец, фанатик военный. Хэ, бойцы, торговец. Вряд ли они будут рады такому назначению. Но все-таки. Надо благоонения канцлером делать. Верховный пират. Или как он там, гнистовый пират. А жену делать этой барышней. Ну ладно. Посмотрим, как она так будет. Чё, пардословный. Так. 12, 8, 6 и 3. Джань-джань. Джань-сянь. Джан-балун. И Джань-сяо. Четыре мальчика. Ни одной девочки. Ни одной девочки. Офигеть. Вот этот пацан. Джань-джань. Уже скоро будет. Мне 61 год. Мне нужен наследник. Развестись. У вас недостаточно средств на развод. Ну да, Джань-джань. Шесть лет. Я надеюсь, до шести семье доживу. Ну вообще, он с 12 будет. Короче, я делаю его наследником своим. Старший сын. Всё нормально. Всё отлично. Да. И на этом... Я думаю, мы с вами... Закончим. По-моему, отлично. Повоевали. С господином Гунсуньцзянем. Интересно, получится ли у него здесь что-нибудь на западе или нет. Выбит ли он кого-нибудь отсюда или нет. Да. Ну, мне бы вот эти ещё. Небольшой город Шандан. И что ли... Вообще, мне бы вот это всё на деле. Но я и рад тому, что у нас есть. Если честно. Стремиться вперёд, было бы круто. И мы это будем делать. Я не знаю, как мы из-под вассальства выйдем. Мне бы коалицию с ним, как бы, и таким... Одним крылом большим стать. Восточным сразу же. Северо-восточным. Вот. Ну, посмотрим. Увидимся в любом случае в следующей серии, ребят. Всем спасибо за просмотр. И всем пока. От этого надо будет не забить косануть. Ага.